Гостей Всемирного фестиваля молодежи и студентов накануне встретили и в Елутровске. Несколько десятков человек побывали в местном музейном комплексе. Иностранцев познакомили с бытом и культурой. И первых поселенцев, и, конечно, накормили. Алексей Козлов побывал на встрече. Русского языка никто из них не знает, но и без переводчика понятно. Встречает гостеприимно. Такой многонациональной экскурсии Елутровский остров встречает впервые. 75 человек, 34 страны. Даже в приготовлении угощения организаторы учитывали национальные особенности. Например, вот в этой избе будет халяльная еда. А на втором этаже вот этого дома будут предлагать кошерную и европейскую кухню. Ну а в качестве русского блюда гостям будут предлагать капусту в самом разном виде. Ее заворачивали в блины, угощали и пирожками с капустой. Казаки учили рубить ее шашкой. Пока одни гости знакомились с подворьем, кормили кроликов и козу капустой, другие спустились в подземелье. Вот так около 5000 лет назад хоронили знатных представителей рода или шамана. Палач, плаха, виселица, очень натуралистичны. Наибольшее впечатление произвел управитель Федор Верегин. Вот за таким столом он сидел и ставил свою острожную печать. Я из Ирака, первый раз в России. Я не ожидал, что это будет выглядеть именно так. Я и не думал, что он настоящий. Я был испуган, это было интересно. Я рад, что у меня есть такая возможность. Музей с традиционными игрушками вызвал не меньший интерес. Почти все сделано из дерева и издают звуки. Стуком по дереву у древности отгоняли злых духов. И даже заставляли кукол танцевать. В каждой стране свои традиции и культура. Местный колорит удивил почти всех. Я раньше не видела, чтобы капусту резали таким образом. И чтобы ее заворачивали в блины. И очень понравились платки у девушек. Они очень яркие и красивые. Финалом встречи стал обед с кухней разных народов. Чтобы все участники фестиваля лучше почувствовали культуру своих ровесников из других стран. Алексей Козлов и Андрей Захаров. Тюменское время.